Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в выпуске. Ехал повстречной и вел себя неадекватно. МВД завершила проверку по факту инцидента с начальником МЧС по Чечне. Даргинцев проверили на знание родного языка. Очередной тотальный диктант прошел на площадке исторического парка. Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, а удочку. Эта известная поговорка вошла в основу нового благотворительного проекта фонда Инсан. Подробности в выпуске. Боевой настрой и умение преодолевать препятствия. Это все, что нужно для участия во всероссийском забеге по горной местности, который прошел в Дагестане. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начальник МЧС Чечне вел себя неадекватно и агрессивно и несколько раз ударил правоохранителей. Так прокомментировали инцидент на контрольно-пропускном пункте Герзель в Главном управлении МВД по СКФО. По информации ведомства, в тот день сотрудники полиции увидели машину GMC Yukon, которая двигалась по встречной полосе федеральной трассы «Кавказ». Отмечается, что своими действиями автомобилист создавал угрозу для участников дорожного движения. В МВД сообщили, что у правоохранителя неоднократно требовали прекратить противоправные действия и попросили мужчину предъявить документы, однако тот не реагировал. Отметим, что позже выяснилось, что за рулем находился руководитель Чрезвычайного ведомства Чеченской республики Алихан Цакаев. По данному факту проведена проверка, результаты которой направлены в Следственный комитет. На проспекте Акуршинского станет светлее. Сотрудники коммунальных служб начали замену ламп освещения. На объекте работали пять бригад. Отметим, что техническое обслуживание систем на центральных улицах в столице Дагестана ведется регулярно. Специалисты также выезжают на места и по запросам горожан. Даргинцев проверили на знание родного языка. Очередной тотальный диктант прошел на площадке исторического парка. Участие в нем приняли более 400 человек. Сам диктант длился около часа. Его посвятили 135-летию со дня рождения драматурга Рабадана Нурова. Мероприятие мог посетить любой желающий. Среди гостей известные спортсмены, деятели культуры и представители власти. Я поддерживаю национальные языки. Я считаю, что надо национальные языки поддерживать. Надо всем нашим этносам проводить такие же диктанты. Язык все-таки это носитель истории, носитель культуры. Если мы забудем языки, мы забудем глубину истории нашей, культуры. Очень много есть пословиц, поговорок, которые говорят чисто на своем национальном языке. При переводе они теряют того глубины смысла. В фойеже исторического парка представители муниципалитетов развернули свои подворья с национальной кухней и народными художественными промыслами. Все это сопровождалось выступлением фольклорных ансамблей. Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, а удочку. Эта известная поговорка вошла в основу нового благотворительного проекта фонда «Инсан», который называется «Домашнее подворье для подопечных». Теперь у малоимущих семей появится возможность зарабатывать и покрывать свои некоторые расходы. Так, в поселке Шамхал Махачкалы фонд помог женщине с двумя детьми-инвалидами Патимат Халидовой построить сарай, где она сможет развивать домашнее хозяйство. Вот уже 8 лет семья Халидовых проживает в одной из комнат в доме своего брата. Ранее на этом месте была гора ненужных стройматериалов и заброшенный огород. Представители фонда «Инсан» закупили скот, сено, кормы и все необходимое для ведения домашнего хозяйства. Она пришла к нам за помощью, мы оказали ей помощь, раньше ничего не было разрушено, построили сарай, купили корову, сделали дорожку ей, чтобы она смогла себя обеспечивать, сделать сыр, творог. Работали нормально, оперативно работали, в течение месяца Рамазана они подняли это. Надеемся, что у них все нормально будет. Городская клиническая больница номер 3 получила первый реанимобиль. Машина полностью оснащена современным оборудованием. Теперь бригада врачей в экстренных ситуациях сможет выезжать и оказывать медицинскую помощь как жителям столицы, так и близлежащих поселков и районов. Спецтранспорт также был необходим для оказания палеотивной помощи тяжелобольным и лежачим пациентам. Будет осуществляться выезд к необходимым пациентам, также будет осуществляться перевозка пациентов в специализированные учреждения из городской клинической больницы номер 3 и для перевозки биоматериалов стационарных наших пациентов, которые госпитализированы и находятся у нас. Я пациент этой больницы. Для оказания круглосуточной, своевременной медицинской помощи необходима вот такая машина скорой помощи. Мы как пациенты благодарны тем, кто не остался в стороне и выделил для этой клиники такую реанимобиль. Приобрести реанимобиль удалось благодаря неравнодушным людям. На его покупку сбор средств в размере чуть больше 7 миллионов рублей объявил благотворительный фонд «Инсан». Об этом неоднократно также просили жители близлежащих к больнице поселков Семендыр, Ленинкент и Сепараторный. Дагестан в очередной раз принял у себя любителей экстремальных видов спорта. В этот раз всероссийского забега по горной местности. Его участниками стали 2500 человек из 50 регионов страны. Хорошее настроение, боевой настрой, подъемы, спуски, развлекательная программа. О том, как прошло массовое мероприятие, расскажет моя коллега Салия Магомедова. Ей слово. В Дагестан на забег по горной местности приехали люди разных профессий, поколений и взглядов, которых объединяет любовь к спорту и приверженность здоровому образу жизни. 75-летний Зиав Деника Магомедов яркий тому пример. Он принимает участие в трейле уже в четвертый раз. Если я буду сидеть дома, в кухне, диван, телевизор, старость может ко мне прийти. А так, когда я здесь в походах, в путешествиях, старость нас не засталит. Мы в дороге, мы в пути. Сила у меня есть, ваша удача мне не помещает. Как настроение? Прекрасно. Нас так много и так сильно шпарит солнце. А в Москве сейчас холодно. Так что, я думаю, у нас у всех из-за этого хорошее настроение. Конкретно в Дагестане ни разу не бегала. И это классный опыт, классная природа, классные люди, организаторы. Поэтому, ну круто соприкоснуться с вашей культурой, познакомиться, быть ближе, скажем так, круто. Мы наслаждаемся, потому что Урал это достаточно такой суровый регион. И у вас однозначно теплее. И нам это очень нравится. Горный забег проходил в Дагестане с 20 по 21 апреля на четырех дистанциях. Сначала побежали участники самой длинной из них, которая составила аж 120 километров. В тяжелый путь они вышли ночью из села Куркли Лакского района. На следующий день в Гергебельском и Унцикульском районах стартовал забег на 65, 35 и 15 километров. Это четвертая по счету дистанция, с которой стартуют бегуны. И начинается она в живописном месте вокруг гор. Маршрут самый короткий – 15 километров. Но расслабляться здесь тоже не приходится. Палящее солнце, экипировка, бесконечные подъемы в гору и спуски. Несмотря на сложности, ничто не мешало настрою бегунов, которые хотели проверить свои силы, посоревноваться в скорости и выносливости. Здравствуйте, откуда вы к нам? Кемерово. Как настроение? Отлично. Дербян, Дербян, Дербян. Двери, ребята! Санкт-Петербург! Свой путь спортсмены и любители преодолевали по одному или небольшими компаниями. Они завершили его в Шамиль-Колле, где расположился финиш всех дистанций. Здесь для участников забега и гостей выступали творческие коллективы, проводили соревнования по стрельбе из лука и мастер-классы по народным промыслам. Всех желающих также угощали национальными блюдами. Дербейский район угощает априкосовой кашей, каша из талакленной муки, аварский хинкал из пшеничной и кукурузной муки, мясо, сушеная колбаса. А в соседнем подворье, которое развернул Гунипский район, посетителям продемонстрировали несколько фрагментов из будней предков. Глава семьи, защитник и добытчик, и мать-хранительница очага. Они склонились над колыбелью и напевают ритмы, хронизанные бескорыстной любовью к собственному дитя и преданностью к вековым заветам наших предков. В самый разгар праздника к финишу прибежали первые участники. Лидером гонки в дистанции на 15 километров стал Магомед Алигаджиев, который преодолел свой маршрут за 1 час 17 минут 28 секунд. Изначально Дагестан спланировал покорить 65 километров, но не смог из-за травмы ноги. Маленькую дистанцию взял, но вроде бы неплохо получилось, я думаю. Чувствую себя уже замечательно, потому что когда прибегаешь первым, как бы ты уставший не был, эти непередаваемые эмоции, эти эмоции поймут те, кто бегает. Я думаю, большинство обычных граждан этого не поймут. Победителей и призеров определили в личном зачете среди мужчин и женщин. Их наградили грамотами, медалями и памятными подарками. Отметим, что забег по горной местности прошел в Дагестане в пятый раз. Одним из организаторов массового мероприятия выступило Министерство по туризму и Народным художественным промыслам республики. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Унцикульский район. Махачкаринская «Динамо» в гостях обыграла «Шинник». На матч 28-го тура первой лиги в Ярославль клуб из Дагестана отправлялся в ранги лидера турнирной таблицы. Встреча завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч в игре на 38-й минуте забил Рожаб Магомедов. Наша команда продолжает лидировать в турнирной таблице, обережая ближайшего преследователя Акрон из Тольятти на одну очко. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова